Итак, человек сам по своей воле избрал независимость от Бога. И дальше мы читаем о последствиях этого выбора. Во-первых, искажен образ Божий, потому что мы все согрешили и все лишены славы Божьей. Написано в послании апостола Павла к римлянам. Во-вторых, брачные отношения теперь находятся под угрозой. Адам сказал, что жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Помните, как он ее встретил в самый первый день? Ух ты, вот это да! Вот это подарок, Господи! Ну вообще, класс, здорово! А теперь смотрите, как он говорит, Бог, я тут ни при чем. Это не я виноват. Это она мне подсунула это яблоко. Я даже не знал, что это за яблоко. Вообще ничего нового нет, да? Я же не тестирую то, что мне дают кушать. Она мне что-то посунул, я откусил, в коме был, понимаете ли? Слушайте, а кто мне эту женщину привел? Кто мне эту женщину посунул вообще? Господи, а ты мне ее посунул, ты во всем виноват. Что ты ко мне пристаешь? Ты виноват, а я еще какие-то бочки на меня качать. Конкретно здесь говорит, ты, который дал мне эту жену, ты мне ее привел. Вот смотрите, ничего не нового, да, в конце концов, виноват оказывается Бог. Да, но если мы будем считать, как Ева ответит, она говорит, я не виновата, мне не змеи, да. Понимаете, вот как-то вот снимаем в себя ответственность, вот как те первые люди, вот грех совершился, все, они же ни в чем не виноваты. И надо кто угодно. Но только не я любимый. Ну смотрите, ничего в мире вообще не поменялось. Уже идут взаимные обвинения друг к другу. И образ Божий искажен. И вот просто хочу сказать, что самую первую лекцию мы назвали «Небеса похожие на супружество», потому что Бог же создавал брак как частичку рая, как счастье и гармонию. Как отражение образа. И вот мы принесли вот этот свой, первую свою лекцию, первый свой доклад к одному из наших пасторов в церкви. И говорю, ну пожалуйста, посмотрите, может там что-то усилить надо, или что-то наоборот мы слишком усиляет, а надо так, ну не обращать внимания. И вот через несколько дней мы к нему приходим, ну как, прочитали, все, он говорит, да, все нормально, все хорошо, замечательно. То есть там все логически все выдержано. Все выдержано, все здорово, только название поменяется. Мы говорим, а в чем проблема-то? Он говорит, ну понимаете, глядя на наше супружество, никто на небеса не захочет. Вот такой черный юмор. Но, к сожалению, этот юмор имеет под собой основу. Потому что образ-то Божий, скажем, и никто на небеса из-за этого не хочет. Может не захотеть. Да, если оставить такое название. Если смотреть на отношения мужа и жены. Как прообраз того, что будет там. Ну и третье. Супружеские отношения несут в себе не только благословение от Бога, но и наказание за грех. И наказание получили все участники той драмы. Ну, змей он получил, и он сам разбирается со своим наказанием. Давайте посмотрим, как были наказаны муж с женой, и как это теперь отражается на нас. На браках, которые заключаются сейчас, и существуют сейчас. Третья глава, 16 стих. Жене сказал, умножая, умножив скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему увлечение твое, но он будет господствовать над тобою. Вот наказание для женщины. Первое наказание. В болезни будешь рождать детей, в беременности будет у тебя скорбь. Вообще, это слово часто понимаете примитивно. Понимаете так. Когда роды, женщине больно. Вот, вы знаете, ну это слишком примитивное понимание вот той глубины и той вообще того трагизма, который был наложен на женщину. Ну вот, если здесь есть вот люди, которые имеют детей, я думаю, ну вот вы скажите, ну что, это прям так смертельно? Ну, ну, да, конечно, да, конечно, больно, да. Но, понимаете, ну, проходит время и готов, все забывается. Прижимаешь себе этот комочек, вы знаете, он лучше. Проходит какое-то время, еще хочется дать жизнь ребенку, понимаете? То есть, говорить... Это очень маленькое наказание. Это вообще не наказание. Это не наказание. Это обычные физиологи. Причем такое рассуждение дает право, повод современным медикам говорить, а мы Бога-то победили. Он наказал и дал болезнь во время родов, а мы даем она средею. Мы-то умней Бога. Значит, Бога нет. На самом деле здесь говорится совсем о другом. Вообще, вот это слово, посмотрите, здесь написано не рожать, а рождать. Вы никогда не задумывались о том? Рождать – это глубокое значение. На языке оригинала написано так – с болью будешь выводить детей в жизнь. Вот рождать – это выводить в жизнь. И что это такое? Женщина, ну, запишите, потому что сейчас это очень важная вещь, которая вот в свое время нам открылась через людей, через толкование, через писание и через практику. Просто мы хотим сейчас с вами поделиться, чтобы вы тоже об этом вот задумались. Женское восприятие себя напрямую зависит от того, насколько успешны ее дети. Как они выходят в свет в жизнь. И вот все, что касается наших детей, в нашем женском сердце отзывается не просто болью, а мы чувствуем, вот я женщина, состоялась женщиной или я не состоялась как женщина. Насколько успешны дети в жизни? Да даже вот так. Это ребенок бежит, это ребенок упал, расцарапал коленку. Еще раз. Женское восприятие себя? Женское восприятие себя зависит напрямую от того, насколько успешны дети. То есть женское восприятие себя напрямую зависит от того, насколько успешны дети. Я сейчас расшифровываю, расшифровываю, можно сейчас, да? Готовы к расшифровке? Вот бежит ребенок, упал, разодрал коленку, вот у женщины ощущение, она разодрала коленку, слезы готовы брызнуть, понимаете, вот все вот так вот внутри колотит, ребенка к мужу, представляешь, ребенок упал, уже отдал коленку, там нос расшиб, то расшиб, реакция мужа какая-то. Да ничего страшного, до свадьбы заживет. Да? А у нас другое наказание, мы не понимаем. Это не значит, что папе не жалко ребенка, но папа не переживает, это так, как мама. Если женщина вот этого не знает, у нее, знаете, что может сработать? У меня равнодушный муж, он не любит детей, ему плевать на меня, ему плевать на семью, ему только о работе. Дочь поссорилась в школе с подругой, приходит домой. Я переживаю, бедный ребенок с подругой поссорился, как она теперь несчастна. К мужу идут, ты представляешь, какое несчастье реакции мужа. Да какое несчастье, дети играют, поссорились, поверьте, ничего страшного. Как он может равнодушно, да, говорим женщинам? Ребенок получил двойку в школе. Наши золотцы, умницы, это же надо несправедливой учительницы, там то-то. Мы готовы грудью, амбразуру защитить наше чадо, да? Реакция мужа? А чего расстраиваться? Выпорю получит пять. Понимаете, как-то легко, понимаете? Вот нам, женщинам, очень сложно вот это вот воспринимать, потому что это наша сущность в детях. Понимаете, вот в чем наказание-то. А вы обратили внимание, что никогда нет анекдотов про плохих тестей. Анекдоты только про кого? Про тёщ. И никогда никто не говорил, что злыдня свёкр. Злыдня обычно кто бывает? Свекровь. Почему? Потому что женщине свойственно вымешиваться в чужую семью. Почему? А потому что если в семье мои детей не лаятся, это от меня, как от женщины, бывает. Я говорю, не лезь в чужую семью. Как это чужая семья? Дочка поссорилась с мужем, я переживаю, бегу к Мишу. Он говорит, не лезь. Это их семья пускай разбираются. Как я могу, это же моя дочка? Это же мой сыночек. Вы знаете, вот мы говорим интересную такую закономерность. Если женщина счастлива в браке, или будем так говорить, если рядом с ней есть вот муж такой, здравомыслящий, библейский муж. Вы знаете, дети имеют возможность отлепиться от родителей и жить отдельно. Потому что этот муж будет свою жену постоянно притягивать. Вы понимаете, потому что женщине это вот внутри. Вот зная, что не надо, да, если бы рядом Миша не было, лезла бы. Ну, лезла бы. Это вот действительно, вот как это важно знать. Это наше женское наказание. Представляете, то, что было дано Господом только как благословение. Плодитесь, божье наследие, дети, счастье. Грех добавляет вот эту вот ложку дегтя. И к благословению примешивается еще и проклятие. Знаете, что происходит? Благословение у женщины остается в детях, но еще и плюс боль. Вот что взял грех. Второе, Господь ведь сказал, что ты будешь помощницей ему, соответствующей. И здесь речи вообще не шло о том, кто там глава семьи, кто не глава семьи. Оно само собой было. Никто не претендовал на чужие роли. А теперь смотрите, к мужу твоему влечение твое, но он будет господствовать над тобой. То есть, с одной стороны, женщине хочется жить сильным мужчиной, да, ее тянет. Она зависит от его любви, от его внимания к себе. И в то же время, ну вот выворачивает, а почему это он? Слышали такую пословицу, да? Муж голова, жена шея. Куда шея поворачивает, туда голова и семья. Слышали, да? Так вот, мы слышали продолжение пословицы. Если не работает голова, получишь по шее. Поэтому, женщины, будьте очень внимательны к этому. Если ваша голова не работает, ваш муж не хочет ничего делать, получайте вы тоже. Поэтому не надо вертеть головой. А это, понимаете, то, что изначально было на мной, Еве, как благословение, грех обращает в наказание. Вы знаете, что происходит? Вот добавляйте вот эту ложку текущего. Вот как по-страшному действует грех. Поэтому я всегда мужьям говорю, не колите жен в их наказание. Это самая больная точка. Это рана. Это рана, которая постоянно открыта. Если вы приходите домой, говорю, что ты за мать такая, у тебя дети сопливые бегают. Вы что, игрушки не могли убрать к моему приходу, что ли? Все, укололи. Самое больное место. Ты не библейская жена. Все, укололи. Самое больное место. Что ты мне тут указываешь? Это больное место для женщины. Это ее наказание. Это было дано как благословение, а она не знает, что теперь с этим делать. Благословение. Как его опять поставить на рейс? На правильный. Что хочу, не делаю. А что не хочу, делаю. Оно здесь работает вообще на все сто. Вы понимаете? И Бог нам как раз дает друг друг, чтобы помочь все-таки от наказания-то избавиться. Но давайте поговорим сначала о мужском наказании. Вот мужчины не понимают нас в чем. Может быть, знаете, кстати, вот после семинаров многие говорят, вот осознание вот этих вот наказаний, этих проклятий, которые были наложены на эту вару, реальности, очень помогло, помогает супругам, ну вот действительно, не сыпит соль на рану. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорби будешь спитаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь спитаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взял, ибо прав ты и вправь возвратишься. И вот мужское наказание – это зарабатывать хлеб в поте лица. Причем, смотрите, 15 стих. «Взял Господь Бог человека, поселил его в Эдемском саду». Это второй главы. Второй главы бытия. «Чтобы возделывать и охранять его». Для Адама это было благословение. То есть работа – это благословение. Работа в саду. Для него это было радостью. Нам тяжело представить Адама, который вечером приходит домой, падает на диван, включает телевизор и говорит, «Ну, Бог, ну дал задачку». Вот тут ему его и подсунуло. Еще 15 соток скопал. Невозможные нормативы. Либо пускай норму уменьшает, либо расценки увеличивает. Для него это было благословением. Он с радостью это делал. Возделывал, охранял, заботился. И смотрите, грех вот в это благословение добавляет ложку дегтя. Теперь это тебе будет в поте лица происходить. И теперь мужская самооценка напрямую зависит. Смог он обеспечить семью или нет. Сколько он заработал. То есть, вот то, что про женщину писали, вот здесь можно писать, теперь мужская самооценка зависит от успехов в карьере и зарабатывании денег. Карьера может быть в христианстве. Карьера может быть в миру. То есть, понимаете? Если для женщины, ну да, может быть обидно, если ей заплатили чуть-чуть меньше за то же самое. Но от этого она женщиной меньше не стала. Вот я думаю, здесь вы женщина сидящая скажете, да, конечно, если нас где-то на работе не ценят, ну обидно. Но от этого мы не становимся меньше женщиной, правда? Мы все равно женщины. А обидно-то она где-то вот рядом с нашей женской сущностью. А вот мужчина, он становится меньше мужчиной, если заплатили за то же самое меньше. Почему это ему премию дали, а мне нет? Я что, хуже мужик, что ли? Почему это мы выполняем одно и то же, там, по стара, в одном и том же союзе, одно и то же делаем, одно и то же количество людей, а вот у меня Жигули, а у него Мерс. А что это такое? Это несправедливо. Понимаете, вот женщина это легко переживает, мужчина переживает. Сложнее. Понимаете, вот это вот, вы от этого можете говорить, да или нет, но это факт. И это было вот заложено так, да. И причем это передается каждому человеку. Абсолютно, женатый или неженатый, мусульманин или христианин, верующий или вообще неверующий, абсолютно. И это касается всех людей. Не верите, мы можем сейчас провести тест. Вот первое, вот в вашей аудитории, вы сейчас сами себе поставите диагноз. Вот смотрите, женщина, я сейчас женщину обращаю. Представьте себе, вот девушка, женщина, прошло 20 лет после окончания школы, вы встречаетесь со своими одноклассницами. 20 лет прошло. Первый вопрос, который вас волнует друг от друга, какой? Замужен, второй вопрос, дети есть, диагноз поставили, чувствуете? Вот так мы понимаем, что женщина, как женщина состоялась. Или не состоялась, правильно? Теперь я обращаюсь к мужчинам. Вот прошло 20 лет после окончания школы, встречаемся с одноклассником каким-то. Какой у нас первый вопрос о нем волнует, который мы задаем? Где работаешь? Второй? Сколько получаешь? Третий? Какая машина? Какая квартира? Чувствуйте, сделайте, сделайте. Про себя мы даже и спросить вообще не можем. Не, ну 10-й вопрос, может, спрашиваем. Ну зачем? Это не самый главный в жизни мужчины. Ну, может быть, 10-й там или 20-й какой-нибудь. Самое главное. Сколько получаешь? Где работаешь? Какая машина? И так далее, и так далее. И это диагноз во всех аудиториях. Вот, знаете, вот для интереса просто проведите в какую угодно аудиторию, в церковной, дома, там, где-то. Эта диагноз работает на все столы. Это проклятие, которое идет в самый главный пол. Но Бог не был бы справедливым Богом, если бы Он не дал выход из этого ужасного круга. И в Евангелии от Луки, в 13 главе. Это на 9-й странице у вас. На следующей странице. Говорится о том, как в одной из синагог учил Христос в субботу. И там была женщина, 18 лет, имевшая дух и немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Приходим мы к Богу, к Иисусу Христу и говорим, «Господи, вот, ну, не знаю я, я грешен, помоги мне. Вот этот груз, как горб, лежит на мне. Я не знаю, что с этим делать. Освободи меня от этого». Вот мы с этим горблены приходим, понимаете? Господь на нас возлагает руки и говорит, «Все, ты освобождаешься от недуга. И мы свободны». Выпрямляйся. Славь Бога, ходи. Будь нормальным, будь счастливым. И дети, у тебя только твое благословение. Даже если что-то не лается в их жизни. Я от этого не люблю тебя меньше. Ты от этого по-прежнему моя дочь. Ты от этого по-прежнему женщина. Независимо от того, где ты работаешь. Сколько бы ты ни получил, есть у тебя работа или она какая-то сезонная, временная. Я все равно тебя люблю, говорит Господь. Ты освобождаешься от этого проклятия. Это не должно быть для тебя смыслом жизни. Это средство содержать твою семью и содержать там жизнь. Но это не самое главное. Даже если у тебя этого нет, я все равно люблю тебя. Люблю твою семью. И вот мы такие выпрямившиеся. Приходим домой. Муж приносит домой зарплату. Жена берет ее и говорит. И это все? Бабах. И вообще, что ты за муж такой? У нас гарнитуру нашему уже 22 года на кухне. А сосед уже пятый за 8 лет поменял. А я хожу в шубе уже с 6 сезона. Сколько можно вообще? Что ты за мужей такой заработать не можешь? Жене на шубу. Нас Господь выпрямляет? А мы-то умеем. Приходим домой и думаем, что ты за мать такая? У тебя дети сопливые двигают. Понимаешь, что происходит? И что ты тут мне еще указываешь? Молчи, женщина. Женщина в молчании, в поминовении должна находиться. И накладываем в грудь. И накладываем. Господь нас освобождает. Мы говорим, стоп, 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 господи. Мы умнее тебя. Я знаю лучше, как с ней разговаривать. И я знаю лучше, как заставить его стать нормальным мужчиной. Ну и нам Бог. Там, где-то. А мы вот тут. Понимаете, как себя начинаем вести? И все. И сами же себя практически, проклинаем, я не знаю, как это можно назвать, да? Возвращаем. Вот в это состояние. Адам. Ну и, конечно, здесь важно принять помощь Бога в отношениях мужа и жены. И мы всегда с супругами молимся такой молитвой, что даже если вы оба христиане, оба знаете Христа, и Христос живет в вашем сердце, это не значит, что ваш брак автоматически становится христианским. Вы можете жить два христианина под одной крышей, но не создать христианского брака. Потому что христианский брак, это если в ваших отношениях находится Христос. Он созидает их. И люди, глядя на вас, могут почувствовать этот вкус соли. Ведь если соль берешь просто так, не поймешь, это соль или там горчицы, или химикат какой-то, или вообще какой-то песок простой, ее можно вкусить, только если попробуешь. Вот глядя на ваши отношения, люди чувствуют эту любовь, видят ее, или только лишь слова в ваших устах. И вообще, как Миша рассказал, мы всегда предлагаем молитву. Знаете, как у нас принято молитву покоения предлагать только неверующим. Людям как-то читают, что верующие там помолились просто за эту семью. Но чтобы пригласить Христа в семью, вот это как вот таких молитв нет. Поэтому просто мы вам говорим о том, к чему мы пришли, исходя из практики. Причем это не сразу было. Мы были в одной церкви, мы проводили там семинар супружеский. И вот нашла жена Дьякона в той церкви и говорит, вы знаете, вот вы сейчас приехали, чтобы у нас забрать нашу последнюю надежду. Последнюю надежду. Вы знаете, она нас просто приземлила. Мы говорим, да наоборот, мы говорим о том, что со Христом все у вас можно. Она говорит, да вот мы, вот что нам делать? Я из верующей семьи, он из верующей семьи. Мы оба верующих. Мы женаты 8 лет. И у нас, понимаете, говорит, если бы мы были неверующими, мы бы уже давно развелись. Это, говорит, одно название. Просто для того, чтобы, ну, не портим уже карьеру, чтобы у детей были родители. Но вы нам вообще никакого, говорит, не оставили. То есть вы говорите, придите ко Христу, и у вас все будет отлично, все будет хорошо. И молитву предлагаете покаяние. Да, это здорово. А нам что делать? А нам-то что делать? Мы уже христиане, а у нас ничего этого нет. И тут мы поняли, что нужно не только самому покаяться в том, что вот я грешный, но и в том каяться, что я сам пытался строить отношения в семье, не пуская в них Бога. И мы молимся молитвой покаяния вместе с супругами в том, что они сами без Господа строили отношения. И они молятся о том, чтобы Христос вошел в жизнь. Не только в сердце, но и в жизнь. В отношения мужа и жены. И только после этого, если к нам приходят верующие на консультацию, только после этого мы начинаем с ними разбирать какие-то практичные вопросы. Потому что если вот раньше, скажем, мы начинали с практичных вопросов, да, они помогали на какое-то короткое время, а потом опять все разваливалось. Потому что без Христа в отношениях это временное улучшение. Вот были мы в одной церкви, и там была такая очень интересная семья, мы проводили там лагерь, она была директором лагеря, да, вот, а он был в этом лагере везутся на по хозяйственной части, ну, самую-таки сложную. Ну, а также молодежным таким лидером, то есть несколько отрядов он там курировал, да, помогал там во все, все мероприятия проводил, но я на него обратил внимание в первый же день, когда он вот с молодежью там ходил, куда-то они шли, и вот он, значит, идет там среди вот этих молодых ребят, девчонок, знаете, как такой молодой петушок был, опять вот так, ноги поднимаете. И Миша говорит, вот какой я себе имидж взял, да, вот прям, ну, типа, я свой, да. Вот он там, действительно, у него были совершенно потрясающие отношения с молодежью и все, вот, а у них были четыре дочки, вот, но, так как у нас первые две дочери, и, в общем-то, Миша очень так любит играть с таким вот девчонком, знает как играть, вот, ну, и как-то он сразу с этими девчонками нашел такой, как, общий язык, особенно маленький, там все на Мишу висло, висло, дядя Миша, дядя Миша, вот, и однажды они, значит, с Мишей так поговорили, она говорит, а мы все равно, дядя Миш, богаче, чем вы, вот у вас все трудят, а у нас четверо, вот, ну, а Миша на ее жизни говорит, ну, и что, ну, что, а то мы все равно с вами на равных, потому что у нас две девочки, один мальчик, один мальчик на двух девочек сойдет, вот, ну, как бы, понимаешь, это было шутка, это шутка, вы поймите, это шутка, да, но вот с той девочкой это не конкурирование. Я не говорю, что. Вы не поймете, что он, как и Джон, ненавистненький, но вот так вот. И когда мы уезжали из того города, там поезд у нас оставалось некоторое время, и мы вот в этой семье обедали. И они нам рассказали свою историю. Ну, как служитель, как-то у нас принято ждать сына. Принято, мне говорят, что всегда, но как-то принято. Во-первых, он ждал сына, просто я же мой служитель, ты же меня благословишь, а тут девушка рождается. Да, да. То же самое ждал. Он говорит, господи, ты что, меня не слышишь там, я же сына просил. Рождается дочь. Родилась дочь. Он тут уже начинает нервничать. Господи, ты что, не понимаешь, что ли? Рождается дочь. Четвертое. Рождается дочь. И когда он пришел забирать из роддома свою жену и вот этого четвертого ребенка, пришел, как положено, с цветами, там, с вещами, и выходит врач, или медсестра вышла. Врач. И сказала, знаете… Произошло несчастье. Да. Ваша жена умерла, сейчас она находится в реанимации, мы пытаемся ее вернуть к жизни. Вот, ну… Надежда мало. На самом деле она находилась в состоянии клинической смерти. Надежда очень мало, сказала врач. Ну, они сделаны все возможное, они ее… Ну, он говорит, я упал на колени, я вызвал Господа. Я говорю, Господи, ну, ты прости меня, ну, верни мне вот мою девочку, моих девочек. Ну, в общем, было полное покаяние. И Господь вернул мать. Но вот этот стресс на него так подействовал, что у него стали отказывать ноги, перестали ходить сами. И вот он, чтобы ходить, он мышцами спины ногу поднимает, выбрасывает ее вперед, наступает… Почему он такой? Он ходит выше спины, а не ногой. Опять спиной ноги поднимает и идет дальше. И вот он там сдавал много анализов, много там тестов каких-то проходил. Ну, ничего не могут определить, почему у него вот не работают ноги. Все нормально, все хорошо, все на месте, а ноги не ходят. И вот за 10 дней до начала нашего лагеря, оказывается, вот они нам сказали, мы получили, они нам говорят, из Москвы тест, который проводился на уровне генов. То есть генетический анализ. Генетический анализ. Крови провели. И когда к врачу он пришел, врач… Его врач вызвал, говорит, получили мои анализы, и говорит, прежде чем я тебе скажу результат анализов, я хочу у тебя спросить, у тебя дети есть? Он говорит, да, есть. Сколько? Четверо. Говорит, врач побледнел. Говорит, кто? Я говорю, девочки. Врач задохнул, говорит, благодари Бога, я знаю, ты верующий человек. Благодари Бога, что у тебя девочки. Потому что у тебя болезнь Беккера, а это болезнь, которая передается только по мужской лиге. Теперь даже если у тебя внуки будут, они болеть не будут, потому что на тебе эта болезнь окончилась. Она передается только по мужской линии. И второе, говорит, за что ты должен благодарить Бога, это то, что она у тебя началась от уровня с ног. Потому что у него, говорит, такое свойство, она начинается… У этой болезни. Где-то на уровне, ну, в теле. И начинает опускаться вниз. Если бы она началась на уровне шеи, стала бы опускаться вниз, у тебя бы атрофировались мышцы сердца, мышцы легких. Ты бы просто умер, задохнулся, сердце перестало сбиться. А так у тебя атрофируются ноги, ты не сможешь ходить. Но руками будешь работать, сердце будет биться. То есть ты сможешь что-то делать. Он до сих пор ездит на машине, великолепно управляет. То есть он так интернировал мышцы спины, что практически вот ноги просто… Ну, уже… Они уже подумывают о ручном управлении, но тем не менее он ездит, нормально все. Тотя говорит, вот, благодаря Богу, Бог даже знает пол ребенка, какой должен быть в твоей семье. Он говорит, для меня, говорит, это было. Я, говорит, там, Господи, вот еще… Я служитель, мне сын нужен. Он говорит, даже пол ребенка знает, каким должен быть. А я подумала тогда, вот это еще Господь интересно показал в этой семье наверняка, так что вот теперь жена окончательно распрямилась. А просто представляете, кого была женщина, и вот она… Которую никак не может родить. Которую никак не может родить. Ну что, сына родила? Нет. А кого ж тогда? То есть, понимаете, то есть, в общем-то… Ну, действительно, как важно, чтобы мы его… Мы не испытывали нашего Господа, да, не вынуждали его вот так вот кардинально вмешиваться в нашу жизнь. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Ну и последнее вот относительно того, что нужно пустить Христа в свои отношения. И когда мы говорим с неверующими, мы говорим, ну а вот попроще, вы можете объяснить, что действительно Бог работает и надо в это просто поверить? Вообще, откуда вы это все знаете? Откуда вы это все знаете? Мы говорим, ну вот, вам тоже это может пригодиться в будущих там проповедях, работать с неверующими людьми. Представьте себе такую ситуацию. Два близнеца, ребенка, находятся в утробе у матери, и вот они, вот приближается время родов, и один к другому спрашивает, «Слушай, а ты вот вообще в жизнь после родов веришь?» Бред какой-то, потому что оттуда еще никто не возвращался. Да и надо просто поверить. Да, просто поверить и все. И если поверить, то жить вот по этим заповедям. Мы определили цель брака – это отражать его образ. Что бы ни происходило с нами, что бы ни происходило у нас, нести на себе образ Божий. Второе – это мы определили шаги, треугольник. И этот треугольник нам еще часто будет нужен на наших занятиях. И третье – какие препятствия могут возникнуть. Вот этот наш фундамент. И вот он очень хорошенько – обязательно надо записывать. Так что за каждую часть – это петра. И вот эту игру – это буквально. На самом деле это все, друзья. И все ещё раньше. После этого мне поверили раппорточку. Да, даже не доставали великолеп, который я нашел. И все оттеневал. Я же это… И если у меня穿, то делаем все-таки. Продолжение следует...